Приветствую вас, Иван. Сразу скажу, что свой вопрос вы задаете некорректно с точки зрения психологии, да? То есть, мы не сможем ответить вам на вопрос, нужны ли вы девушке и любит ли она вас, потому что это мысли её, это чувства её, мы их знать не можем. Мы даже ваши чувства и ваши мысли знать не можем, потому что всё, что у нас есть, это ваш текст. Поэтому, если вы хотите узнать о том, что чувствует девушка, что думает девушка, вам лучше, наверное, или выбрать себе психолога для детального разбора всего, что происходит, да? То есть, вот, например, я задал вам вопросы, порасспрашиваю, по, так сказать, разбираю все моменты важные, да? И, соответственно, уже на основе всего этого можно будет сделать вывод о том, любит ли она, если любит, то что ей мешает, значит, выражать вам свои чувства, например. А пока это только загадки и, в общем-то, предположения. Действие зависит от того, насколько вы реально заинтересованы в том, чтобы разобраться в отношениях. Если реальные, то, соответственно, нужно работать, разговаривать, анализировать, выяснять, разбираться, и тогда будет результат. Вот. Если не готовы и готовы только задаваться вопросы, да, то есть, чтобы садик, вот, но при этом реально не работать, то тут уже вопрос о том, насколько вам отношения нужны самому. Дальше. Значит, второй момент. Это то, что вы ругались много и мирились. Здесь тоже есть такая токость, что если ругались, то из-за чего ругались. Это наиважнейший вопрос, да, если ругались, то по какой причине ругались и так далее. Почему именно вы ругались, именно вы ругались и вам, именно вы? То есть, вам нужно взять личную ответственность за то, что произошло или происходило, а не так, что это мы вместе и всё. Дальше. Помимо того, что нужно разбирать причины ссор ваших, именно ваших, именно ваших и вас причины ссор, необходимо ещё исследовать, как бы, примирение. Вот, если вы мирились, то что вы предлагали? Что вы предлагали? Когда мирились. Приходили ли вы к какому-то решению, например? Приходили ли вы к какому-то пониманию? Делали ли вы, лично вы какие-то выводы? Делала ли девушка выводы из того, что вы измерились? Потому что если, если при ссорах ничего не менять, ни о чём не договариваться, да, если при ссорах ничего не менять, не корректировать, при примирении, точнее, то ничего не изменится. И смысл тогда в примирении. Дальше идём. Значит, понимаете ли вы, что вот когда люди ссорятся, да, ругаются, мирятся, это, по сути, отношения, зависимость, созависимость. По типу треугольника Гартмана, например, вы можете самостоятельно эту тему изучить. Треугольник Гартмана и, собственно, что это такое. Могу сказать только то, что все люди, находящиеся в этом треугольнике, в психологическом состоянии, являются жертвами, то есть не свободными, не удовлетворенными людьми. Вот. Дальше. Значит, вы говорите, она хотела расстаться с вами три раза. Вы её удерживали, потому что любите и считаете лучшей девушкой из тех, которых знает. Ну вот точно она лучшая, в этом я не сомневаюсь для вас. А вот то, что вы её любите, я действительно сомневаюсь. Потому что если любишь, готов отпустить гласит пословица. И в этом есть смысл. Ну, потому что когда человека любишь, хочешь, чтобы он был счастлив, а если девушка три раза хочет расстаться, это уже ни в коем случае не случайность. Вот. И даже если она любит вас и не хочет уходить, например, то ей всё равно просто может быть нужно время для того, чтобы побыть там одной, да, и на контрасте вот увидеть, что происходит, и чего она хочет на самом деле. Вы же в некоторой степени этого контраста её лишаете. И тем самым создаёте привлекательность, значит, для того, чтобы она она смотрела именно в сторону расставания с вами. Вот. То есть чтобы расставание было для неё привлекательнее, чем то, чтобы быть с вами вместе. Вот. Это вот такой момент. То есть вы её удерживаете для себя. Вопрос в том, какие желания для этого стоят. Страх одиночества, у них не уверены в себе, недостаток значимости, ещё какие-то установки, взгляды, может быть. Вот. Всё это нужно исследовать. Потому что удерживать человека, значит делать его не свободным. Следующий момент. Момент охватывает, по сути, всё, что вы пишете, кроме последних нескольких фраз. Судя по тому, что вы описали, девушка просто испугалась серьёзности отношений и чувствует, что, значит, ну, чувствует, что на серьёзные отношения она не тянет пока, по её мнению. Часто люди считают себя недостойными каких-то серьёзных отношений, недостойными быть любимыми, например. Ага, значит. Часто люди боятся отношений вообще. И, в общем-то, всё это может происходить с вашей девушкой. То есть она может вас любить, но считает себя недостойной любви. И в этом случае ей нужна поддержка, в этом случае ей нужна ваша уверенность, чего вы лишаетесь, кстати говоря, её своими вопросами. Вот. И в этом случае ей просто нужна помощь в том, чтобы преодолеть определённый барьер, когда она в отношениях уже находится долгое время, и вдруг почувствовала, что вот, вот, я ответственна за них, вот, вот, я их веду, и вот-вот я боюсь, что я окажусь недостойной того, чтобы в этих отношениях быть. Вот. Так что пока без дополнительного анализа очень похоже на то, что девушка испугалась действительно серьёзности отношений с вами. Что, конечно, определяется вам самим в том плане, что, может быть, вы слишком серьёзно подходите к отношениям, может быть, слишком много требуете от девушки, может быть, слишком рафинированно, вот, себя ведёте, вот. И так далее. Это вот нужно понимать. То есть пока без дополнительного анализа ситуация выглядит так. И последний момент, который я хотел бы, значит, который я хотел бы запронуть, это момент следующий. Вы пишите, она перестала звонить, перестала, значит, перестала говорить, что любит, хотя раньше всегда говорила, это когда мы не видят. Вы задали ей два вопроса, пишите вы. Вот момент, зачем вы задали ей два вопроса, какие чувства простимулировали вас задали ей эти вопросы? Вот. Это первое. Второе. Что для вас, ээээ, какое значение для вас имеет, эээ, точно она перестала говорить вам звон о любви, перестала писать. Как вы это восприняли и какой, какую ответную реакцию вас это вызвало? Вот это нужно и взглядывать, потому что вы не берёте ответственность на себя за свои чувства, за свою реакцию, а в итоге перекладываете ответственность на девочку задавая ей эти вопросы, что в свою очередь не внушает ей уверенности в вас, а значит и в себе, а значит и в отношениях. Эээ, дальше. Дальше. Не знаю, что мне делать, если любит, почему-то так дал себя вести. Ну, самая лучшая рекомендация, это поработать над своей уверенностью, над всеми аспектами, которые я озвучил, а внешне, вам, ваше поведение, я бы, в принципе, оставил без изменения. Вот, и опять же, его здесь нужно проанализировать, да, подкорректировать, то есть больше привести, так сказать, в большее за случай с целями, с чего вы хотите и что вам девушка может дать из того, что вы хотите. Вот. А так, пока я не имею представления о вашем мужском поведении, соответственно, и рекомендовать вам, что делать, я думаю, не получится. Вот. Далее вы начинаете гадать, получается, обманывать, хотя на очень редко урок. Тут у вас уже включается страх. Это вот детское чувство, страх, что он меня обманут, страх быть брошенным и так далее. Если так, то это детское состояние, вам нужно из него выходить. Ну, опять же, это детское состояние, которое вам вредит. То есть оно влияет напрямую на ваше взрослое состояние, на мужское поведение, на восприятие вас с вашей девушкой. Вот поэтому, если это действительно страх или неуверенность в себе или какое-то еще негативное чувство, с ним нужно разбираться, его нужно корректировать за ним, за этим чувством. Стоит какое-то ваше желание, какая-то ваша бобрыность, которая нуждается в реализации, но не так, как вы это делаете сейчас. Вот это, знаете как, вот есть такое хорошее понятие, хороший термин, называется резиновая лента. Вот резиновая лента, это определенная ситуация во взрослой жизни человека, да? Ну вот, ну например, да, допустим, вы встретили продавца в магазине, который не очень вежливо к вам отнесся. Вот, и вас это очень задело, вы разозлились, почувствовали, что разозлились. Вот, и разозлившись, вы начали на продавца реагировать свой гнев. Хотя на самом деле гнев предназначен не ему, а вот в той фигуре, от которой тянется эта самая резиновая лента. То есть эта фигура, она как бы постоянно с вами. И когда возникает какая-то ситуация, эта фигура у вас в сознании, в подсознании, дергает за эту ленту и возвращает вас в тот самый опрезок временном. Ну вот, в котором вы получили вот эти вот травмирующие чувства, травмирующие опыт, негативный опыт. Точнее, даже опыта не получили. Вот. То есть здесь нужно спросить себя так, получается обманывают? Обманывают. Да? Обманывают. Получается обманывают. И что, если она обманывает? Что дальше? Что для вас это значит? Какие последствия для вас это влечет? Ну вот. Значит. Прошу помочь разобраться. А, хотя она очень редко врать. Очень редко врать. Но это оценивано в чуждении. И связано это с тем, что девочку вы видите под определенным углом. Поэтому это на самом деле не имеет никакого значения. Да, кстати, что означает то, что она может врать? Тоже важный момент. Так. Прошу помочь разобраться в этом, чтобы понять. Любит? Любит она меня или нет? И вообще нужен я. Или я ей. А для чего вам это, Иван? Вот вы говорите, помочь разобраться. Зачем? Вот что делать, если, например, вы ей не нужны? Она вас не любит. Что вы будете делать? Давайте вот так. Вы будете себя вести по отношению к ней так, как будто она вас не любит. Вот вы ей не нужны. Она вас не любит. Что вы готовы для нее сделать? Если ничего, то и вы не любите ее. Если вы готовы для нее что-то делать, делайте это. И это и есть то, что вы можете сделать. Это и есть самое лучшее, что вы можете сделать для нее. Вот так. Но то, что вы не верны в себе и проектируете, то есть переносите на девушку свою неуверенность, это факт. И пока такое будет происходить, вряд ли вы сможете выстроить адекватные отношения именно с ней. Ну и вообще с любыми девочками. Так что подумайте об этом хорошенько и если что обратитесь к любому психологу, хотя бы здесь вот у нас на ресурсе и начинайте работать над собой, чтобы и модель мужского поведения немножко подкорректировать и чтобы уверенность в себе появилась. И лишние страхи и переживания, чтобы убрать. Хотя бы учиться отслеживать, да, отслеживать. Момент. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Всё теперь обойтись в видео. и еще здесь. Итак, на этом все, отсюда выглядит. Мыmania. Продолжение следует...